Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой небольшой до заказик в каталоге номер 6 Фаберлик. Я здесь перенесла седьмой, потому что на шестой я уже выбросила. Вот, я делала заказ с одного из своих аккаунтов, у меня их, по-моему, четыре всего, то есть я регистрирую там маму, мужа и так далее. И на одном из аккаунтов мне давали просто купон на 300 рублей, я не могла им не воспользоваться. У меня заказ вышел на 1325 рублей, и заплатила я 1025, вдобавок по 50 копеек мне почему-то пробились две маски. Можно было выбрать любую из этих, то есть прямо уже в седьмом каталоге показываю. Насколько я знаю, в следующем они будут рублей на 50 дешевле. Я выбрала себе, во-первых, укрепляющую, во-вторых, омолаживающую. Никому отдавать не буду, буду пробовать сама, мне очень интересно, что это за масочки такие. Здесь, в принципе, способ применения и так далее. На составы даже не смотрю, обычно чем хуже состав, тем лучше результат в моем случае, что касается именно тканевых масок. И отзывы я вам обязательно оставлю. Надеюсь, очень надеюсь, что в конце этой или следующей недели выйдет видео с отзывами на продукты Фоберли, которые у меня закончились, скажем так, в последнее время. В пустышки я сейчас эту марку добавлять не буду, то есть будет отдельное видео с итоговыми отзывами. Вот, если вы пользовались уже этими масками, напишите, пожалуйста, как они вам, какой у них текал, потому что я еще пока не смотрела обзоры на них, и какая вам понравилась больше всего. Я, знаете ли, терялась, что мне взять. Алоэ на мне работает бесподобно всегда, но у меня есть отдельный гель алоэ, и я не хотела именно маску с алоэ брать. Всякие с жемчугом и так далее, они особо на мне не работают, просто дают увлажнение и все. С пептидами вот была, интересно, гиалурон. У меня есть хорошие маски от Japan Girls, и я не вижу смысла покупать Фоберли. И вот хотела витамин С. Витамин С раньше, ну, года три назад, четыре, может, на мне вообще никак не работал. Насколько бы дорогая сыворотка не была, то есть в боксах мне и люкс попадался, но вообще никакого результата не дает, и поэтому я опять-таки побоялась купить. Но в последнее время замечаю, что у меня тон лица какой-то неровный, чуть желтоватый, и, возможно, витамин С мне даже нужен. Насколько я знаю, он тоже может выравнивать цвет лица. Вот. Ну, ладно, я попробую вот эти две и расскажу вам, что к чему. Была распродажа. На распродаже я по 159 рублей, по-моему, они были. Да, вот, по 159 рублей я взяла губную помаду Рената в 91-м и 96-м оттенках. Они у меня есть. Все эти помадки, они уже, скажем так, имеют хозяев. Я брала их не просто про запас, а определенным людям. И как бы вам сводчатый я сделаю. 97-й оттенок по-любому еще где-нибудь будет. Мне эта помада очень нравится. Она так вкусненько пахнет. Я ее использую как бальзам дома, но использую я 73-й оттенок. Он даже сейчас у меня на губах. Нереально круто и комфортно ощущает себя губы с ним. А 91-й оттенок это моя любовь. Это холодно-сиреневый, а вот этот, ну, розовенький, скажем так. Ну, классический розовый оттенок. И эти помады не смотрятся как-то вычурно, ярко. Практически к любому макияжу подходят. И я их обожаю. У меня есть 96-й, 97-й, 91-й, 173-й оттенки. Другие, в принципе, меня не привлекают. Они уж очень яркие. И поэтому я решила 96-й, 91-й именно взять. На подарки, скажем так. Но я определенный оттенок определенному человеку покупала. Дальше по 63 рубля я купила... Во-первых, пасты у меня были по 63 рубля. Во-вторых, я так понимаю... Да, мист для тела. Начнем с миста, в котором поменьше. Сейчас. Да, вот этот у меня новенький. Я взяла два. Этот мой еще, который я покупала в первом своем заказе, по шестому каталогу. Мне попался не липкий. Впервые мне попался спрей Витамани, не липкий. Но мне уже писали девочки, что некоторым пришли липкие. Поэтому все зависит от партии. Аромат мне нравится. Что-то среднее между гелем для душа и жвачкой, знаете, такой арбузы дынивый. И мне очень понравился аромат. Я думаю, на лето будет прекрасно. Не спиртовые, ничего не сушат. Я больше планирую, скажем так, на волосы использовать, нежели на тело. Вот. Я довольна покупкой. Зубные пасты по 63 рубля. Ну, в принципе, здесь, по-моему, 100 мл... А, нет, 75 мл, это нормальная цена, с учетом того, если бы здесь было 100 мл и за 63 рубля, то это была просто шикарнейшая цена. Потому что по 89 рублей я уже покупаю пасту сплат на скидках. Здесь тоже, в принципе, неплохо. Мне пасты Фаберлик, Арифлэм, ну, то есть такие каталожные, очень даже нравятся. Я думаю, что они работают даже лучше, чем какой-нибудь Колгейт. Ну, Колгейт, там просто есть разные, скажем так, ценовые категории. И там, которые отбеливающие, уже подороже, они крутые. А те, что подешевле, я скажу, что хуже, чем вот эти пасты от Фаберлик. А это все-таки дешевая именно линейка. Есть там линейка Эксперт, которая подороже, и люблю я ее побольше, скажем так. Дальше девочки не раз мне писали по поводу вот этих гелей для душа. Они почти каждый каталог по 99 рублей продаются. По-моему, даже здесь они где-то есть. Из линейки для крем я уже говорила, я пробовала крем для рук, я пробовала жидкое мыло. И вот теперь я, наконец-то, попробую гель для душа. Он в следующем каталоге будет как бонус за покупки. Мне он обошелся в 79 рублей. Я именно с клубничкой хотела, потому что что-то я засомневалась, что мне подойдет... Так, как он называется? Он, по-моему, не с этой стороны. С фисташкой вроде как. И еще какой-то был с кокосиком я не стала брать. И с миндалем. Вот с миндалем я думала, брать не брать. Но я пробовала крем для рук с миндалем, и меня аромат не зацепил. Вот, поэтому я взяла два таких. Знаете, чем мне пахнет? Если кто пробовал, я не знаю, это фрукт, наверное, фейхоа. И вот почему-то мне им пахнет. Я не знаю, я не ощущаю здесь настолько ярко клубнички. Но аромат, он, знаете, он прям натуральный. Это не какой-то химозный ароматик. Но я думаю, здесь каждому свое, у кого как обоняние работает. Аромат для меня приятный. Но для меня это какой-то, ну, какая-то ягода, фрукт, вот так. И я не чувствую здесь конкретно именно клубники. Вот, но аромат очень вкусный. И я рада, что я наконец-то попробую этот гель для душа. В принципе, все. Вот это весь мой заказ. И для того, чтобы хоть как-то дотянуть до 10 минуточек, я вам еще покажу, что покупала в магазине Азон. Мне просто курьером доставили заказик. Причем заказ был на 1000 рублей. И все это привезли бесплатно. Я покажу некоторые продукты. Начну я, наверное, с чистой линии. Я уже повторяю. Я надеюсь, что это именно он. Это скраб для тела. Он идет с абрикосовыми косточками. Я очень надеюсь, просто перевыпущена упаковка. Я последний раз покупала года три назад. Но я сразу брала несколько пачек. И вот сейчас я добиваю, грубо говоря, последнюю. Стоил он 190 рублей. И у него шикарный эффект. То есть с абрикосовой косточкой. Именно как вот этот скраб для лица. Он очень интенсивный. И я его использую на тело от вросших волос. Помогает замечательно. 200 мл. Это суперкрутая цена, выгодная. И поэтому я могу его посоветовать, кто таким страдает. Вот. Это выходит намного бюджетней. И туда же от вросших волос я уже не первый раз покупаю вот такой вот лосьон Let's Peel. У него обычно цена 269... Ой, 569. Но здесь он был что-то в районе 380-390. Он очень вкусненько пахнет. Такой химозный сладкий аромат. И хорошо действует. То есть это, знаете, такой мягкий пилинг, который не вызывает никаких раздражений даже в деликатных зонах. И поэтому это уже моя четвертая пачка, если я не ошибаюсь. Даже не знаю, где его еще купить. Вот только на озоне видео. И приходит он вот так вот запакован. У меня там еще чуть-чуть осталось. Потом я открою новую банку. Естественно, в запас я заказала Evelyn. Активная сыворотка для лица. Моя уже не то чтобы подходит к концу, но она как будто быстро засохла в этот раз. Я ее открыла буквально месяца два назад. Обычно мне ее хватает на полгода. А тут она уже не так хорошо реснички прокрашивает. И не такой хороший объем я в итоге получаю. Поэтому вот решила взять. Цена была 189 рублей. Вот. Я считаю, что это хорошая цена. И хочу показать еще вот такие витамины, которые я брала. Вот эти я брала ранее. То есть я их уже пропила в течение месяца. И делаю сейчас перерыв. И я взяла уже вот такое... Как это называется? Рыбное масло. Блин, как оно называется? Я забыла на русском. Рыбий жир. Вот. Туплю дико. Это марка VP Lab. Мне ее посоветовала подруга. Говорит, что очень классная. Насколько вы знаете... Ну, все знают, наверное, сейчас, что вырос доллар. И покупать бады на iHerb стало не так уж и выгодно. Поэтому я начала искать какие-то, скажем так, дополнительные сайты, где можно приобретать витамины и подешевле. И мне вот эту вот марку именно посоветовала. Здесь 180 капсул. Вот эта упаковка стоила 1100 рублей. Это очень хорошо, потому что вам хватит этого. Ну, поделите на 30, то есть на 6 месяцев, на полгода. Но я думаю, что полгода конкретно пить витамины. Здесь просто их очень много. И здесь нереально большая концентрация. Поэтому нужно быть аккуратным, нужно проконсультироваться с врачом. Ну, естественно, не все это делают, например, как я, да? Но я обязана, я уже обязана это проговаривать в каждом видео, чтобы мне не прилетало. Я уже не раз говорила, я высказываю лишь свое субъективное мнение. Я не призываю никого к покупке. Я просто говорю, что купила и где можно. Вдруг кто ищет. Вот. И поэтому я решила взять еще рыбий жир, омега-3. Взяла даже не себе, взяла мужа. Потому что он никогда никакие витамины... Не то, что витамины. Рыбу он особо не любит. Он не любит различные овощи, фрукты. И поэтому я его стараюсь немножечко какими-то витаминами пичкать. Хоть немножечко. Потому что, ну, организм просто не вытягивает, когда не получаешь никаких вспомогательных веществ, скажем так. Так, поэтому пить будем либо вдвоем, либо чисто ему я купила. Посмотрим. Вот. Не знаю, какие здесь даже капсулки. Здесь, кстати, сейчас покажу. Они довольно-таки большие. Но у меня проблем с глотанием нет таких штук. У меня витамины для глаз точно такого же размера. Как раз-таки с iHerb, которые... И я как-то привыкла. Капсулы. О, капсулы весьма приличные. Вот. Я раньше думала, что можно рыбий жир спокойно взять, не знаю, там за 50-60 рублей в аптеке и все. Но, насколько я поняла, имеет значение, насколько чистый продукт и насколько он качественный. И, то есть, брать что-то дешевое не значит, что ты получишь достаточную концентрацию, достаточное количество того или иного витамина или вспомогательного вещества. Поэтому я уже стараюсь брать что-то более, скажем так, дорогое и более эффективное, а не просто проходной продукт, который ты выпила для успокоения души и как бы забила. Вот. Лучше я потрачу... Кстати, эти витамины стоили 400 рублей. И да, лучше я потрачу 400 и получу пользу, чем потрачу 60 и не получу ничего. Вот. Напишите, пожалуйста, где вы покупаете витамины, какие витамины вы пропиваете, потому что, я думаю, сейчас это актуально. Например, я сижу дома, и мне вот капец как фигово, какое-то вялое состояние. Мало того, что настроения нет, когда сидишь в четырех стенах, так еще и, грубо говоря, ни кислорода, ни солнца не видишь. Вот. Поэтому для меня конкретно это актуально. Поэтому буду ждать ваших комментариев. Огромное вам спасибо за просмотр. Обязательно поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok